Играет музыка Разработанный на собственной основе, эта машина имела как множество преимуществ, так и недостатков, в зависимости от доктрины использования. Действительно, каждый элемент имел свои сильные и слабые стороны. Танк Леклерк имеет отличную башню и считается одной из самых точных систем вооружения в мире. Его вес также ниже, чем у большинства танков своего поколения, что придает ему более высокую мобильность. Однако для многих его двигатель и корпус представляют собой слабое место, как по форме, так и по отсутствию защиты. Леопард 2 также имеет хорошую систему вооружения с 55-мм калибром орудия в частности, и более прочную башню, чем у Леклерк. Его шасси также длиннее, громозднее, но более бронировано. Однако эта же броня делает его более тяжелым танком, менее мобильным, но прежде всего значительно снижает его способность к развитию. Целью ЕМБТ было решение этих проблем путем создания машины, которая минимизирует воздействие на каждую из сильных сторон двух оригинальных танков. Сохранить огневые характеристики танка Леклерк и получить прочность и надежность брони Леопард 2 при сохранении потенциала роста почти в 6 тонн. Наконец, если технически эта первая машина показалась интересной, на самом деле это была прежде всего геополитическая витрина. Ее главная цель – продемонстрировать, что франко-германское сотрудничество, возможно, после многочисленных неудач прошлого, и промышленники готовы сотрудничать в рамках МГСС. Хоть танк полностью реконструирован, мы довольно легко различаем тело Леопард 2, а вот башня Леклерк полностью преобразилась. Одним из основных преимуществ ЕМБТ является его мощное вооружение. Танк оснащен новой 130-мм гладкоствольной пушкой, которая имеет более высокую бронепробиваемость и дальность стрельбы, чем 120-мм пушки, используемые в существующих танках. Это позволяет ЕМБТ поражать цели на расстоянии до 8000 метров. ЕМБТ также оснащен новейшими системами защиты, включая систему активной защиты, которая защищает танк от противотанковых ракет и гранат. Эта разработка представляет собой настоящий скачок во времени. Надо сказать, что эстетически этот танк по-прежнему остается футуристической жемчужиной. Но помимо формы, это прежде всего техническое решение и технологический уровень, на котором танк совершает этот скачок. Шасси и башни теперь имеют несколько датчиков и 23 камеры, которые охватывают машину на 360 градусов, не оставляя слепых зон. Немаловажный плюс как в простом бою, так и в городских боях. Еще одним преимуществом ЕМБТ является его автономность. Танк может работать в автономном режиме, что повышает его живучесть. В этом режиме танк может самостоятельно передвигаться по пересеченной местности, избегать препятствий. Чем ЕМБТ отличается от привычного танка, так дело даже не в датчиках, хотя это уже прогресс. Внутренняя компоновка машины и размещение членов экипажа – это те элементы, которые сделают его особенным. Двигатель ЕМБТ – это электрический двигатель, который развивает мощность 1500 лошадиных сил. Он установлен в задней части танка и приводит в движение гусеницы. Двигатель питается от аккумуляторов, размещенных в корпусе танка. Электрический двигатель имеет ряд преимуществ по сравнению с дизельным двигателем, используемым в существующих танках. Во-первых, он более эффективен, что означает, что он потребляет меньше топлива и производит меньше выхлопных газов. Во-вторых, он более тихий, что делает танк менее заметным для противника. В-третьих, он более мощный, что позволяет танку развивать более высокую скорость и иметь более большой запас хода. Поскольку технологии развиваются бешеными темпами, экипаж на борту часто уже не способен управлять всем, поэтому системы ограничены человеческим фактором. И именно эта проблема возникла у EMBT. Управление датчиками, информацией с поля боя и вспомогательным вооружением рисковало привести к перегрузке экипажа всего из трех человек. В этом случае возможны два сценария. Использование искусственного интеллекта. Интересно, но дорого и трудоемко в установке. Или четвертого члена экипажа для увеличения человеческого фактора. Это решение, которое было выбрано на данный момент. Искусственный интеллект рассматривается в будущем. Добавление этого четвертого танкиста позволяет распределить нагрузку внутри экипажа. Искусственный интеллект рассматривается в будущем.